Жданова Анжелика Александровна инженер производственно-технического отдела ТЭЦ города Бишкек. Ежегодно на ТЭЦ города Бишкек производятся ремонты электрофильтров, очистных сооружений. Без включенных электрофильтров котлы не включаются. В 2019 году произведены ремонты трех электрофильтров. В 2020 году один капитальный ремонт и два текущих ремонта. Весь уголь, поступающий на ТЭЦ, проходит контроль. На предприятии работает входной контроль, отбирают пробы. На ТЭЦ города Бишкек установлены три трубы высотой 150, 180 и 300 метров. За счет высоты труб зона рассеивания увеличивается на десятки километров и оседает далеко за городом. Автотранспорт носит наибольший вклад в загрязнение города. Выбросы от автотранспорта ядовитые. В настоящее время количество автомобильного транспорта в городе Бишкек увеличилось в несколько раз. Автомобильный транспорт является главным загрязнителем атмосферного воздуха. В настоящее время количество автомобильного транспорта в городе Бишкек увеличилось в несколько раз. Автомобильный транспорт является главным загрязнителем атмосферного воздуха. В связи с увеличением автотранспорта, загрязняющие вещества, выделяющиеся из двигателей автомашин, в большей степени влияют на загрязнение воздуха города и даже превышают уровень загрязнения воздуха, выделяющегося из энергетического производства ТЭЦ. Автотранспорт выбрасывает наиболее вредные для здоровья человека ядовитые соединения. А ТЭЦ оказывает более слабое воздействие на здоровье жителей города, так как выбрасывает азот, оксид серы, окислоазота на высоте 150-300 метров. И эти вещества распространяются на большие радиусы, более чем несколько десятков километров, в результате чего уменьшается их воздействие на жителей города Бишкек. Не так уж трудно оценить, каким образом автомашины действуют на экологию города. Загрязняющие вещества от автотранспорта оседают в приземном слое на высоте полтора метра, что, конечно, влияет на здоровье людей. Необходимо также учитывать количество 47 жилмассивов вокруг города, свалка, отсутствие зеленых насаждений, розоветров, непланомерную застройку города. Продолжение следует...